Бля, ебать, я в какую ебищу нахуй вышел на этой фотке, сука. Да хуй, я вообще влево смотрю куда-то. Все хотя бы в кадр смотрят. Я единственный реальный из всех смотрю влево. Куда я смотрю, я не понимаю. Все смотрят в кадр. Вот все, блядь. Все смотрят в кадр. Я куда-то влево. Ты как будто соблазняешь оператора, как будто он тебе понравился. Так я даже не на оператора, получается, смотрю. Я не знаю, там ничего... Не, ну ты глазками бегаешь, знаешь. Кстати, смотри, Абрамчик это я повыше все-таки. Ну, чуть-чуть, но повыше. Да хуй, смотри, там кроссовки в тапках, половина согнутые. Там же все, блядь, мы стояли там часа два, блядь. Не, мы на фотке-то упрямлялись. Ну ладно, не, ну ладно, мы прям, мне кажется, идеального роста, одинакового, прям пиздец. Да, это из-за прически. Да, да хуй, я тоже тут немножко дыбом стою. Это ж не череп у него такой, блядь. Ты что, ебнулся? А, ты не видишь? Или ты на сцене смотришь? Как сценария смотрю? Дерзкая мелочь. Да не, мы с дерзкой, зелий и... Одного роста, мне кажется, они все, да? Идеально. Лиза самая маленькая из нас. Вот дерзко, да, кстати, Вован, они прям, мне кажется, прям одного роста. Дерзкая и зелень одного роста. Просто на фотке, блядь, как это слово. Ну, кстати, зелень немножко, может быть, повыше, хотя здесь у него причем, у него прическа просто. Прическа и... Ну, примерно так, не, не, он почти, он чуть повыше все-таки, чуть повыше. Вы, кстати, кроссовки... Я, кстати, 165, не, вряд ли. Вы кроссовки свои не забрали, кстати. Ну, блядь, ты не отдал их, в смысле, не забрали-то уехал. Я, садя, я с тобой попрощался за руку и сказал, что мы поехали. В смысле, я не отдал. Ты вернешься. Куда, блядь? Ну, кроссовки мне отдать. Охуеть не встать, ты вообще припух, реально. Мав. Вов. Кроссовки-то последние, не забрай, червишки, почему у меня родителей так-то нет. Тебе нравились бы, блядь? Не, у меня дед одному научил, если на руке партак, значит, в голове бардак. А тебе? Ну, я постарше, все-таки, мне нравятся девушки постарше. Мама, ее нравится тебе? Мама, не знаю, сколько, ну, не настолько постарше ее, блядь. Ну, там, не знаю, ну, вот, я так скажу, 30-летние мне не нравятся. Там, ну, от 24, там, четырех, допустим. Ну, край, ну, 23 уже маловато для меня. Ну, уже месяцев. Да. Хуев тебе в жопу, ёпта. Я просто не понимаю, о чем разговаривает, например, с 18-летней девочкой. Ну, вот о чем, блядь, ну, разговаривать с ней. Как бы... Пык-мык, ебать. Да не, смотря какая 18-летняя девочка была, да-то... Хуйня, вообще, это, вообще, это полная хуйня. Я, во-первых, когда я говорю про 18 лет, я говорю про общую массу, блядь, это процентов 90, блядь. Они, даже если они, там, эрудированы в какой-то сфере, блядь, в одной, блядь, ну, допустим, даже в нескольких, или у них там есть просто хобби, о котором они могут поговорить, мировоззрение, все равно 18-летней девочки. Как ни крути, блядь, она все растет в социуме 18-летних, примерно, ровесников. Есть только она, блядь, не с компанией 26 лет. Ну, а если она с компанией 26 лет, значит, это уже, блядь, травма какая-то детская, блядь. Им холодно. Ну, вот у меня детская травма. Ты не девочка, во-первых, еб-то. Пацаны, как-то попроще, блядь, ну, не знаю, во-первых. Во-вторых, у нас вообще компания разноплановая. Вон, Даня 27, нам по 26 с Антохой, тебе там, блядь, 14, блядь. Лиде 34. Лиде 28. Ромчику 24, блядь, 23. 23 исполнил. Саньку 21. Зельки 25, Мамури 25. Дерзко тоже молодой, ему 20 лет. Лиде 21 год. То есть у нас вообще, блядь, типа, компашка, блядь, супер разноплановая. Блядь, ну, мы с Дерзко, прям, братья-близнецы, это просто. Да, одно лицо, одно тело, я бы сказал. Ну, чисто, знаете, типа, если вы будете бухать свои, там, 15, и вот если вы будете реально здоровый образ жизни вести свои 15. Ну, блядь, на цифры посмотрите, лучше бухать. Я то же самое вам всем говорю, блядь. Да нет, на самом деле, ребят, алкоголь-то хуйня полная. Не связывайтесь с этим говном. Понимаете, если вы не будете пить, курить и юзать наркотики, вы никогда об этом не пожалеете. А если вы попробуете, то можете пожалеть. Очень сильно причем. Попробовать точно надо. Ну, не наркотики, не наркотики. Скучно жить тоже, знаете, блядь, не надо, блядь. Либо находите себе там образ жизни, который у вас будет, вот, ну, дерзко. Вот он, например, вообще не курит, не пьет, нахуй. Ему нравится качаться, он любит это дело и любит здоровый образ жизни. Я того все, рот ебал, блядь. Я могу, на самом деле, блядь, сегодня, вот, блядь, пойти, нахуй, блядь, качаться, блядь, там, не знаю, пиздиться, блядь, ходить, ездить какие-то стрелки, блядь, потом, блядь, могу, нахуй, вообще ничего не делать и бухать. Потом опять за ум взяться и все. Вот у меня есть баланс, дельта. Я реально, блядь, вот, типа, мне сказали, что будет бой там, блядь. Все эти два месяца вообще не курил, не пил, нихуя, блядь, типа, занимался просто и все, готовился. Потом, блядь, выиграл и думаю, ну, что мне еще? Кому мне ещё что доказывать, блядь? Вови даже 16 лет. А, ты скрывал возраст? Да нет, я всегда говорил, что у меня 16 лет. Не знаю, почему я не думаю, что я скрывал. Дерзко он как будто отсидел, а кашу как будто только ЕГЭ сдал. Кстати, да, блядь. Он как будто гравит банка, а как будто его охраня. Ой, ну, типа как будто там работа. Да, на кассе, блядь, операционистом. Типа до зоны, после зоны. Не, до армии, после армии. Бля, моя семья доказала, что алкопараши ебан. Не, ну моя тоже, блядь. Да и, блядь, это, мне кажется, частая хуйня у людей, которые там, блядь, плюс-минус... Ну, всё равно это откладывается. И даже если с тобой плохо поступали алкоголики, то всё равно будешь злоупотреблять этим правилам. Слушай, я, например, сравниваю себя и своего батька, блядь. Типа вот он прям хуярил, прям хуярил, блядь. Прям пиздец. Ну, а во сколько лет? Во сколько лет твои? Сколько лет его? До сорока, блядь. До сорока он хуярил, блядь. Ну, а во сколько начал? Тебя сейчас-то, блядь, 23 года? Начал он намного раньше, чем я, блядь. Типа лет, наверное, в 14, блядь, мне кажется. По его рассказам. А то я думаю, что может быть и раньше. И, конечно, ну, в этом плане, ну, у меня не так это всё. Типа, если прям так сравнить, типа, тогда я тоже должен сейчас жёстко, блядь, прям каждый день ухуяриваться, там, блядь, пиздить, там, блядь, не знаю, девушек, блядь, там, прочее, блядь. Я говорю, у меня, я вот, ну, у меня драка вот была вот крайний раз. И то, типа, не я её спровоцировал, я заступился за Валеру, блядь. Потому что мне реально было обидно за друга, то, что я ему ударил её. Если бы этого не было, я до конца стоял, разбирался, стоял, разговаривал. Типа, я бы сам, я сам первый никогда не ударил. Поэтому это полная хуйня, это не так работает немножко. Наоборот, типа, вот если, типа, ты вырос вот в таком социуме, блядь, типа, родители, там, кто-то бухает, то ты уже к этому относишься по-другому. Ты этого боишься и голову включаешь в нужный момент. Да, всё равно есть, как пишут в чате, склонность к зависимости генетической. Они, ну, слушайте, я думаю... Остаётся у тебя в голове, как можно подавлять, что ли? Ребят, это, нет, это полная хуйня, если честно. Это алкоголизм по генетике, это что, блядь, такое? Это какой-то, блядь, продукт с Абстерго, блядь, не знаю, там, с Амбреллы, блядь. Что это, прям в ген тебе впивается, блядь, ген алкоголизма нахуй. Ну, как минимум, откладывается то, как можно подавлять эмоции. Нет, это больше от социума, больше вот тебе вкладывается в голову, больше, чем от гена. Под социум, блядь, ну, ты растёшь, больше владел родители или друзья? Конечно, родители тебе больше вложили. Это вообще спорная хуйня, очень спорная хуйня. Я, например, шести лет, блядь, даже сможешь не раньше, я гулял уже, блядь, типа, там, с ребятами во дворе до ночи, блядь, типа... Ну, и кто для тебя больше авторитетом был в молодости, вот, в детстве? Родители или друзья? Ну, авторитетом, конечно, родители. Ну, вот. Ну, ты из-за этого не становишься, блядь, алкоголик, ты больше этого боишься. Ты, наоборот, это абстрагируешься как-то прям, пиздец сильно. Да и наркоманы боятся наркотиков. Да не скажи. Ну, типа, блядь... Ну, у меня нет, прям, друзей, там, знакомых именно наркоманов, которые прям, типа, ну, вот... Ну, все наркоманы говорят, что это, хуйня, ебаный. Что? Что это вредно? Типа, что это, типа, плохо? Ну, то, что это, да, хуйня, ебаный. А кто тебе из наркоманов скажет, что это, блядь, пиздато, это охуенно, и это, блядь... Вообще, это витамин С, блядь, витамин Д, нет. Зелий нихуя не так говорил. Зелий всегда говорил, что, типа, он просто абстрагируется от этого, и он понимает, что из-за этого... Ну, короче, он забывался, когда откурил травку, а потом наутро становилось хуёвое. И чтобы это хуёвое состояние подавить, он ещё раз хуярил травку. И, типа, это просто циклично, потому что, блядь, реально, без шуток, гофаминовая яма и прочая залупа. То есть это всё реально. И ты, типа, тебе нужно откуда-то черпать эту всю историю с серотонином и прочим. Я услышал, когда алкашка рожает, то у неё ребёнка уже хуёвого без алкоголя. Нет, блядь, господи, вы чё, блядь, пиздец. Ну, это полный... Такая же зависимость от алкоголя. Это полный бред, да. Типа, если, блядь, мать-алкоголичка рожает, то, типа, ребёнку надо сразу рюмку водки. Он, блядь... Бывает, рождаются дети от наркоманов, которые уже зависимы от наркотиков, им, блядь, даже по маленькой долги. Блядь, ну, мы берём какое... Блядь, я не верю, блядь, в эту хуйню, во-первых. Во-вторых, это считать за общий какой-то, там, не знаю, термин, блядь, какой-то придумывать... Ну, а просто так, к сведению. Может быть, какой-то один случай на миллиард, там, блядь, есть, но я не думаю, что, типа, реально есть такая хуйня, что, типа, если мама долбила шишку, блядь, всю беременность, то ребёнок рожает. Ну, не шишку, не, я уже говорю про серьёзную. Если мама долбила героин всю беременность, скорее всего, там просто ничего не родится. Не рождаются, рождаются. Чудо-юдок. Я с ним пень недоношенная, там хуйня такая. Ну, скорее всего, там просто отклонения будут с детства. Я не верю, что если мать долбила 9 месяцев героин, блядь, во-первых, она, блядь, не выживет, скорее всего. Ну, допустим, если выживет, то... Ну, зависимость передаётся. Там по-любому, блядь, там не будет зависеть, там будет просто, там, либо будет выкидыш, либо будет просто, ну, больной ребёнок, то есть, с отклонениями. Да нет, даётся, даётся. Это реально, ты же серьёзно говоришь, что, типа, если мать долбила героин, допустим, выжила, это мы берём, блядь, 10, там, не знаю, процентов 20, нахуй, 100, блядь. Потом ещё ребёнок рождается нормальным, но у него зависимость, да, типа, героиновая, нахуй? Нет. Да. Найди мне какой-нибудь реально, блядь, просто факт какой-нибудь жену, типа, из этого, я тебе, ну, я, можно это обсудить. Ну, я прям в это вообще не верю, супер. Во-первых, вероятность того, что за 9 месяцев героиновой наркоманке, блядь, она вообще выживет, это, прикинь, ну, просто представь, что такое героиновый наркоман, который сидит на системе, блядь, 9 месяцев при беременности. Там, в принципе, ничего родиться не может, ну, там, типа, ну, блядь, организм просто умирает, ей не хватает ничего, ни витаминов, ничего прочего, скорее всего. Либо, там, просто ребенок с отклонениями, что я ставлю, блядь, процентов 80. Да, мать принимает наркотик, препарат с кровью разносится по организму, получает питание с кровью матери, поэтому вместе с ней испытываются регулярные приходы и ломки. Специалисты установили, что наркотическая зависимость развивается уже через 2 недели после зачатия. Ну, какого наркотика, любого, блядь, или, типа, психотропного, какого-то, блядь, абиатов? Это про героин. Блядь, я не поверю, что реально 9 месяцев можно ебаши героин, нахуй, выжить, блядь, это, ну, это пиздец, ну, да, даже, хорошо, даже с нами выживали, и, типа, плод рождается здоровым, но с ломкой, да? Да, ну, животропи испытывает и ломку, и всякие такие гадости. Ну, про то, что в утропе он, там, типа, получает, понятно, что он получает, блядь, это героин разносится по кровью. Ну, и после того, как рождается, что, он сразу же бросает такой, опа. Он здесь, блядь, бросает. Нет, ну, скорее всего, просто у него есть влияние, как он привыкает к другому, привыкает к другому, привыкает к нормальной жизни, но, типа, ну, я думаю, что спокойно, блядь, он ее переживет, типа, ну, вот, не знаю, там, блядь, недели, там, и он, ну, ему в ее проходит с витаминами, все. Новорожденный, который еще не до конца сформирован, нет, не переживет, поэтому ему добавляет немного наркотических средств. Потому что он, ломка, не переживет без материнского утроба. Врачи ему героин колют. Не героин, аналог. Ну, опиум какой-нибудь, неважно, какой-нибудь, типа, опиаты колют. Что-то такое дают, конечно. Потому что он, ломка, не переживет, потому что он родился преждевременно. Бля, я такого... У нее просто выкидыш будет, да, блядь, не обязательно, нахуй, не все беременности работают по скрипту, бывает, нахуй, полностью здоровых людей рождаются инвалиды. Вот, прямо полностью. Которые сделали даже перед... Беременностью ЧКП, для всего проследили, нахуй, правильно питались, рождаются чудо-юдо какое-то. А бывает, нахуй, реально наркоманов, ну, отсталых дегенератов, которые просто поебались в прикол, нахуй. Рождаются нормальные. Ну, бля, наверное, зависимость есть, но ею пренебрегают из-за ничтожно малой вероятности. Ты что, ебнутый, блядь? Ну да, там шанс один к миллиону, то, что если ты употребляешь героин, у тебя появится зависимость. То есть, да, дебил. Человек, скорее всего, про то, что шанс вот такого события, оно, блядь, не знаю, один на миллион, а может быть и на миллиард. То есть, представь, какой-то маленький шанс. Можно управлять героин вообще годами, у тебя никакой зависимости не будет. Да, причем здесь, блядь, это, блядь, у матери, конечно, будет зависимость. Я просто к тому, что... Ну, и ребенку передается через кровь. Хорошо, через кровь. Так он, скорее всего, просто погибнет, блядь, ты понимаешь, что он просто погибнет? Потому что не будет хватать питательных веществ у матери, там, витамины, прочего, 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 прочего. Попадают садить у наркоманов, это фас. Я уверен, что не у героиновых на системе, на системе. Ты знаешь, какая система? Это, блядь, ты проснулся, дал ЗАЗУ, спал, дал ЗАЗУ, блядь. Ну, вообще, мало. Я не знаю, я не знаю, как там статистика, блядь. Очень маленькая выборка, не все ебашут героин при беременности, к сожалению. У ребенка после ломки срок же проходит какой-то, и эта ломка у него закончится. Да, он не может и пережить эту ломку, потому что она врожденный, недоношенный. Поэтому нужно помогать. Таша говорит об исключениях из правил. Вообще, я говорю про стопроцентную вариацию, когда ребенок рождается у героиновых наркоманов, ну и, в общем, людей, которые сидят на тяжелых наркотиках. Конечно, блядь, можно надумать о других случаях, но мы же, блядь, говорим и конкретно про это. Я уверен, что даже если ребенок рождается такой, то он, я не думаю, что его колют, продолжают колоть примерно таким же составом опиатов или прочим. Я думаю, просто его вытаскивают из этого, типа, либо очень, либо, возможно, очень, либо супер слабым аналогом, либо просто его прокапывают витаминами, капельницами и прочим, прочим, прочим. Ну ты ломку витаминами никак не... Ну, блядь, не дай, да, но ты восстановишь хотя бы жизненный цикл нормального организма, то есть типа он будет поддерживать, да, тебе будет хуево, он будет орать. Ты понимаешь, что, ну, я говорю про то, что он рожденный ребенок, не дому, что он не сможет пережить ломку в дне матери. И поэтому мочи раздают какой-то аналог там. Конечно, не прям, блядь, на ложки греют и вкалывают ребенка, это ясен пень. Да не родится ребенок, нихуя, если мать будет хурум ставится, ты откуда знаешь, блядь, от своего мертвого брата или чё? Ты дебил, блядь, я только что прочитал статью, нахуй. Схуяль не рождается, ты думаешь, блядь, героин работы это лучше абортов любых? То, что там 100% вариация, то, что ребенок сразу улетает или что? Я думаю, что по центру девинулся, блядь, 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 блядь. Просто льду мать, блядь, блядь, блядь. Ну, если мы говорим, конечно, про то, что типа у него есть зависимость, и он просто умирает при рождении отломки, это один разговор. Если такое теоретическое, это теория, просто скорее всего, блядь, я не знаю, ну типа случай. Как, даже еще. Спасибо большое, всем тоже приятно, блядь, это уже. Чем? Это, типа. Спасибо. Сейчас, тумулирую. Так, дети героинов, ребенок после рождения. Дети героинов наркоманов становятся зависимыми еще в отрубе матери, а при рождении малыш испытывает жесточайшую ломку, которая может провести ее гибели. Именно из-за потребления опиатов беременной женщины значительно увеличивается возможность рождения мертвого ребенка или остановка у него сердца и дыхания сразу после рождения. Но даже если он выживет, то по своему развитию сильно отстает от сверстников. Такая мать может заразить младенца инфекционными болезнями, видишь, типа, большая часть статистики говорит о том, что, типа, они... Смотри, короче, если ставить вопрос так, что, типа, испытывают ли ломку дети от героинов и матери? Конечно, испытывают. Ну, 100% испытывают, что это все в крови, и они по-любому этому подвержены. Но при рождении они умирают, блядь, умирают, либо у них останавливается сердце. Да не 100% случай, блядь, ну это же, блядь, героин, это же не смесь идеальна для абортов. Не 100% случай, это то, что дети умирают. Ну, я тебе... Хорошо, я тоже читаю тебе статью, блядь. Именно из-за потребления абиатов беременной женщины значительно увеличивается возможность рождения мертвого ребенка или остановка у него сердца. Значительно увеличивается, но не 100% шанс. Ну, не 100%, что он рождается, блядь, сразу, блядь, зависимым тогда хорошо, блядь. Типа, такая мать может заразить младенца ВИЧем. Так, вот, синдром отмены у новорожденного. Первый негативный симптом приема матери героина – это появление признаков отмены у ее ребенка. По статистике, 90% новорожденных, у 90% новорожденных абсистенция в течение первых 24 часов, а ее пик приходится на 48-й час. У некоторых детей происходит замедленное выведение вещества, в этом случае ломка может наблюдаться до 3 дней с момента рождения. Тяжелое состояние сопровождать следующей симптоматикой. Типа, даже если они наибольшей части, наибольшей части. Ну да, ну нет, ну это окей. Наломка-то от зависимости. Мне интересно, что делать с детьми, которые рождаются и сразу, что им реально вкру. Ну, сейчас, ну, помогает. Сударый, младенцы герметных наркоманов даже при условии своевременного появления на свет имеют низкий вес. По физическим правилам они выглядят как недоношенные по шкале Абгарб. Показать его низкий гранический вес. Шкале является высокий объемовременный, снижение сахара. После оккупирования синдрома отмены у ребенка сохраняется мозговая дисфункция. Выглядит он чаще всего нормальным, но в дошкольном возрасте у него наблюдается выраженная нервозность, нарушение сна, высокая возраста. Кстати, говорят, что ты плохо спал, Вов. Плохо спишь. Да, есть проблемы у меня со сном. Героина мало. Героина мало. Оп. Героина, хапап, героина, хапап, героина, хапап. Синдром отмены может быть даже снимать, принимал от таблетки от головного боли, конечно, может быть. Но это же не смертельная ломка, блядь. Ты видел, как героина отмиркоманов будет кручать, то вообще пизда. Он уже в челик лежал, в слудомании, и там вокруг него реальность. Ебанутая. Вокруг. Там же одна больница. Там, где лечит лудоманов и наркоманов. И там крючило-ючило, блядь, пиздец. Там реально не все могут пережить эту хуйню. Да, блядь, сейчас даже, блядь, в принципе, даже если здоровая мама, здоровая папа не сидит, блядь, на никаких, блядь, наркотиках, блядь, никогда не употреблял ничего, блядь. Сейчас, блядь, родить тяжеловато, блядь. Просто здорового ребенка. Слава богу, что сейчас есть очень много ранних выявлений патологий у ребенка. Ну да, но это все платно, это все платно. Не у всех есть деньги, понимаешь? Нет, слушай, слушай, не, я так тебе скажу. Врачи-палачи. Нет, вот у нас даже в Колпинской поликлинике, там буквально, блядь, ну вот сколько вы там, знакомый просто настояло. Неделю вроде настояло в очереди, но это все бесплатно делается. Причем они дают направление на платную клинику, и ты по нашей страховке идешь в эту клинику платную, и там по направлению сдаешься. Ну, в том случае родить здорового ребенка это очень дорого, да, там ты сколько там, 400 тысяч? Ну, блядь, что, просто принять беременность, просто сесть в нормальную платную больницу, чтобы там детей не перепутали, нормально достали, блядь, и хуй на него не забили, и всякая такие пакочки, которые могут случиться. Слушай, мне кажется, такого же, что я забираю, ты говоришь, блядь, 90-ми, конечно, нормально, блядь, сейчас все рожаю, спокойно, блядь, наши. Да, блядь, я, честно сказать, я под предрассудком лишь непроверенной инфы пойду, в случае чего реально в платную клинику, чтобы рожали, но... Вот, опять же, у меня, как минимум, 20 минут, все мои ровесники, половину моих аноклассников уже нарожали, и львиная доля этих людей нарожали все бесплатно, и нормально рожали. В Колпинской, там, блядь, опять же, Колпин, это как бы, да, Питер, я не могу сказать за регионы, как там, но говорю за то, что на... Нормально, блядь, все равно там, я не очень доверяю врачам, которые там по 25 тысяч зарабатывают, и какую-либо хуйню они сделают, их, блядь, не уволят. Я про одноклассники, говорю своих. Ну, маленькая выборка, сколько там человек, пять? Ну, три с которыми я общался, больше, ну, я знаю, больше, конечно, и там сверстников, но я просто не разговаривал, не спрашивал, где они рожали. Но, в основном, о больных детях вообще, кстати, не говорят. То есть, если там родился, блядь, в лес уволят, и... В бесплатных больницах, там же, если рождается, там, ребёнок с отклонениями, там, там, уже специально в государство устроены, чем, в эмиральные ямы. Чего? Ну, в эмиральные ямы, ребёнка закапывают по шее, и оставляют так. Ты, блядь, я, ты в Спарте, блядь, нахуй родился, я просто хуйная, блядь, чё ты за хуйня, да, в яму, красавицу. Это уже шутка из Мадагаскара. В эмиральные ямы, блядь. В Казани всё заебить, да у вас там, блядь, никто не рождается, у вас там умират в основном. Убивают, в основном. В Симферополе все хают платный роддом, а самые лучшие по Крыму бесплатные. Ну, я говорю, всё, я просто убежал, ну, я уверен, даже, в том, что есть регионы, где хуёвые роддомы. Ну, прям, вы знаете, поселкового типа какие-нибудь, блядь. Кстати, отметь не всегда, потому что, блядь, есть хорошие, а я уверен, есть хорошие врачи, которые, типа, и в посёлках, там, блядь, которые вот, вот, за... Там оборудование нет, там они, блядь, достают, наху, пинцетом, наху, краном строительным. В этом плане, да, но даже по, судя по Беременно-16, там же были выпуски, где девушки, ну, жили в регионах каких-то прям... Там платный, мы всё это оплачиваем. Они, да, они просто едут в города и там уже это всё делают. Так платно там всё оплачивают, это... В том числе, да. Не, всегда всё оплачивают, это там по контракту. Да, у вас в Украине, наверное, охуенно, блядь, просто люди вообще не рожают. Я, честно, я, в России, боюсь, блядь, что-то делать. А, блядь, в Украине, что-то вообще охуел бы, блядь. В Украине, я думаю, выкидешь и дохуя, потому что... Да, не рынок Польши. Не. Ну, и эти там, эти нацисты, они при любом-то героином ставятся. Да. Эксты. В регионах люди изъяс улыбляются. Ну, там не прям люди, но чё-то похоже местами. Люди в Перми пидораса, считаю. Не уважал никогда, и уважать не буду. Уральск. Пойдёшь, дыра не ждёл. В Украине в метро рожают. Кстати, я думал, да, там были случаи при бомбёжке, то, что рожали в метро. Ну, рожали, рожали, блядь. Ну, потому что, вот, допустим, вы там четвером сидите, а вас на пяти ровно падают. Я теперь надо рожать, чтобы, ну, хотя бы какие-то шансы были. Зеленскому нужны новые солдаты, ребята, срочно рожаем. Да, блядь, я помню. Пошёл яйца свои проверять в своё время. Чё-то очканул, что у меня, когда, знаешь, варикоцель или какой-нибудь хуйня. Чё-то у меня левое яйцо было ниже, чем правое, ну и сейчас. Пошёл проверять. И мне врач просто говорит, он там грузин, говорит. А зачем тебе рожать? Делал неправо. Не, говорит, зачем тебе рожать? Ты чё, новых бойцов Путина хочешь создать? Я, знаешь, у меня была мысль, блядь, а если он сейчас специально мне что-то сделает, нахуй, чтобы я, блядь, реально не рожал? Он, походу, ну, он либерал, прям, рожал, что это был. А у нас смотри, что сделано. Давайте в ЛС кину, ты сейчас на стриме покажешь. Смотри. О, пизда, пизда, да. Найди себя. О, я этот, блядь, как его? Который, Пейн, Пейн, который, это Пейн, да, который куклами водил? Я его, что ли, я на рут не смотрел. Ну, смотрите, этот, да это Дайдара, это хуй знает, это вроде, а, этот, Акасуме, это, или это Дайдара, блядь. Нет, это, это, это Мадара, это Мадара, это Дайдара, это Саски, это, или это, это Саски, это, брат его, блядь. Кто я, блядь, я же Пейн, я угадал, правильно, я Пейн, все, супер. Вот у Влада, когда спрашиваешь про реальную жизнь, ну, он реально не знал, короче, то, что есть попуга. Я ему рассказывал, что у нас светлых птиц, он такой, типа, не может быть такого. Он говорил, то, что хуйня, типа, такого не бывает. А вот как только вот аниме, мультики, вот эти вот, такие игры, он сразу, ну, разбирается, он сразу там, о, это, 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 и оттуда, это оттуда, блядь. О, боже, Вов, что за кринж ты несешь? Да чёрт, блядь. Помнишь, я тебе такой, рассказывал про попугая говорящего, ты такой, в смысле, попуга, ну, попугай меня, и начал быть, что ты меня пьяным. Нет, ерунду несешь. А вот это кто такой, вот у мамура это кто, что шарит? Кактус? Капкам. Еще полчаса где-нибудь, посидим примерно, я точно не знаю, но где-то примерно полчасика. Он попугая убил в Майнкрафте, а он даже этого не понял, он подумал, Андермен, какой-то Сундермен не существующий. Да, Вова просто не шарит за попугая Джокера, но он не выкупит прикол, слишком, слишком жесткий рофл для него, но его не шарит просто. А, это Z-су вроде. Попугай, если что, это не из комиксов DC, ну, они из реально жизни существуют. Какие именно? Разноцветные, говорящие, умные, летающие. Много видов. Ты знаешь попугая Джокера? Ну, вот опять, про комиксы он все знает, про реальную жизнь. Пожалуйста, 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 господи, почему ты думаешь мне что-то впадло, блядь. Попугай Джокер, пожалуйста. Хочешь знать? Могу дымку дать, я думаю, что мне что-то впадло, что ли. На, наблюдай. Хочешь знать, почему я использую нож? Пистолет слишком быстро, не успеваешь не сладиться, получить удовольствие. Он так на него лапу оставался вместо, и головой так вплотную коту, типа, реально мы что-то говорим. И было, типа, озвучили так, как будто это Джокер-попугай. Ты знаешь, в этот самый последний момент проявляется истинный свет по своему сыну ватсап, ебать оборжется. У меня муж, у меня, у меня муж сейчас ебнулся от смеха. Так что, в каком-то смысле, я знал твоих друзей намного лучше. Муж полностью так словил, просто. Он нахуй тебя не был. Ты чешет, что-то что-то говорит, короче. И, типа, озвучили из фильма Бэтмена, где еще HitLedger, и поставили сюда, ну, звуковую дорожку на видеоряд, и вот, что получилось, чекать. Хочешь знать, кто из них был трусом? Тонкий прикол, ага, он не выкупит. У меня взятый, я бы, у меня взятый ебанулся от смеха, мы его через блендер ездили. Кстати, слышь, я, походу, настроил, Сари, этот, господи, синтезатор, блядь, как он называется-то? А-а-а, блядь, пиздец, забыл. Держалку, короче, для телефона. Стабилизатор. Селфи-палку. Селфи-палку, да. Смотри. Механическая электрическая селфи-палка. Да, мы тоже ее так ставили, просто в момент, блядь, мороза, она че-то ебанулась в моменте. Ты ее завтра не забудь, мы ее собачкам отдадим. Твою жопу мы собачкам отдадим ее, а не эту дорогущую штуку, хуя клана собачек, блядь. О, извините. А реально, давай фотку такую сделаем, там где-то хуй на собаку положил, и мы типа щелкаем. Смотри, еще прикол, зацени на стриме. То есть, короче, она, видите, поворачивается. Ну, это ладно, это похуй, это похуйня, то есть он настроен. Смотри, по трем кликам он резко на меня поворачивает. Охуенно, то есть в моменте можно приколы делать, то есть ты такой, типа, что, Вова, ты пидор? А, он такой, да я не пидор, Влад, я там попугайчиков, и такой. Да нет, родной, ты, походу, пидор. Да нет, Влад, хватит так говорить, у меня все-таки нет родителей, дайте донатик. Какие донаты? Какие донаты этому пидору? Вот так вот, крутая штучка. И реально, я посмотрел, типа, она, пиздец, он, ну, это охуенный ставик, мне его дипа дарила за 16 тысяч рублей. Я не знаю, почему дома он реально сейчас, типа, я просто сегодня его поставил, включил, и он работает. Прям охуенно работает. Я не знаю, почему на холоде он наебнулся. Ну, кстати, ручку можно было бы сделать и подлиннее, если честно. Как будто бы... Ну да, это под мой делось, руку просто. Это мне ставик подходит. Больше, чем тебе.